Добрый, добрый, добрый вечер еще раз всем, дорогие друзья. У микрофона друг. Это студия Игрокам ТВ при поддержке Team Empire. И мы начинаем трансляцию второго матча между командой Empire и командой Vega Squadron. Как уже, собственно, предполагалось, и как, в общем-то, уже все эти предположения пока что разбились о скалу под названием Vega Squadron, команда Empire, по идее, налегке должна была здесь у нас выступить. Это вроде бы как. Но, смотришь так, не очень-то и легко дается игра. Команда Vega Squadron первую катку вытащили. Причем вытащили с серьезным таким преимуществом. В лейте команда Empire проиграла 25 тысяч по голде. И там 150 миллионов по экспириенсу. Ну, катка была, в общем-то, возможно, была вывозимая. Но для этого должно было все прокнуть у Сайвента. Но Сайвента просто контролили. Сайвент продал БКБ, купил рефрешер орб. У него появилось дополнительное... Дополнительные два скилла, флэкк Кэнон, два раза и два раза. Кулдаун, но не решил он в этом вопросе. Там был Пашина к Шестислатовам в Фантом-Лансере. И бороться против такой атомной бомбы просто невозможно. Даже на герокоптере. Один раз пришлось, получилось точнее прокинуть. Второй раз не удалось. Да там еще и мега-крипы, которые... Как все три саппорта... Один мега-крип, как два саппорта и оффлейнер команды Empire был на тот момент. Напомню еще раз, Алоха Дэн закончился со счетом 0.16 и 1.10. 1.10 у... Ну, у Фира было и... У... Always One of Fly. Ну, печальная абсолютно ситуация. Ну, такое бывает. Ну что, старта немножко изменилась. Теперь у нас из шести каток... Из шести карт за последние... За последний промежуток времени. Из шести карт две. Вега-сквадрон выиграла. До этого Empire выигрывала... 4.1 по картам. Теперь счет стал 4.2. Ну, Вега-сквадрон на уровне. Причем на уровне очень плотном. И видно, что они... Достаточно серьезно заряжены. У них ряд побед был плотненьких. Они выиграли... Вот в частности последний... Последним слотом залетели на ES Portal. Они в квалах европейских второе место заняли. И поедут на International рубиться за wildcard. С такими соперниками, против которых можно рубиться. Поэтому ясно, что это не проходная команда. Да, Empire по уровню выше. Об этом все говорят. В частности, еще раз повторюсь. Тот же сайт Pinnacle Sports дал 4.250 коэффициент на победу команды Вега-сквадрон. А на первую игру 5.380. Если бы ставили ставки, то есть вы понимаете, первая карта просто озолотила бы кого угодно. Но не знаю, риски есть. Риски были точнее. Empire были явными фаворитами. Но не тут-то было. Команда Вега-сквадрон оказалась попроворнее и посильнее в первой карте. Ну и давайте переходить ко второму матчу. Empire отправляют опять у нас в бан. Винтерн Виверн. Причем первым же баном, как и в прошлой игре. И теперь Undying тоже у нас в баню команды Empire. Они не хотят против него сражаться. Туда же отправляется Рейс Кинг. Туда же отправляется Дизратор, который обыкновенно у нас для соло залетает в пик. Ну и со стороны команды Вега-сквадрон в баню Лешрак. Опять же первым баном, как и в прошлый раз. Queen of Pain, Зевс и Шторм Спирит. Просто решили заблокировать Резолюшена как игрока. Или как это называется. Empire забрали Шейкера. Было бы классно, конечно, если бы Empire забрали Шейкера специально для Йоку. Но Йоку здесь не играет. На замене No Fear в составе команды Empire играют без Йоку. Bloodseeker также в пике. Rubik и Ancient Operation от Team Empire. Со стороны команды Вега-сквадрон. Нага-сайрон залетает, я так понимаю, скорее всего для Паши. Хотя может и Фен на мидлейне у нас. Нет, Фен не отстоит у нас на мидлейне. Фен, скорее всего, будет стоять на эссефе. Даззл Туск у нас в роли саппортов. И Нага-сайрон будет фармить. И будет фармить вот Паши. Ну и забанили пятым баном, забанили инвокера. Вы что, издеваетесь, что ли? Тут просто, ну, хейтят Резолюшена как только могут. Мид команды Empire обрезают просто на корню. Но это все, к чему, собственно, ведет. Это ведет к тому, что Нага, скорее всего, будет стоять на мидлейне. Мне так кажется. Хотят сделать сладкую жизнь у нас Наги. Позволить ей стоять против какой-то рахитки. Кто там будет? Кто вообще остался? Есть ли вообще в доте мидеры, кроме этих пятерых героев? Да, есть, в принципе. Есть Templar Assassin. Мне кажется, могла бы по данному пику залететь. Есть, в конце концов, Магнус. Который, кстати, под Бладсикера, под Шейкера. Почему бы и нет? Через Эмпауэр Бладсикер у нас становится машиной для убийств. Я думаю, Сайлент отыграет уверенно на этом герое. Да и, конечно же, РП-шка под Эншент Оперейшн, под Рубика с Фейдболтом, под Бладсикера с Бладрайтом, под Шейкера с Эхо Слемом и всем, что у Шейкера еще есть, помимо Эхо Слема. Я думаю, что Магнус мог бы залететь для команды Empire. Тогда, конечно, почти стопроцентная вероятность, мне кажется, придется стоять против Наги все-таки Медлэй. Урса! Урса для команды... Для команды Вега-Сквадрон. Я буквально вот, наверное, часа полтора назад пересматривал, как Паша на Урсе против команды Hellraiser закончил со счетом 24-0. Кто такой Дредд, не слышал вообще так. Получилось, что... Ну, это Паша, наверное, сказал или написал где-нибудь. А может, просто подумал про себя, он просто поиздевался над командой Hellraiser. Причем вся команда Вега-Сквадрон не очень смотрелась, а вот Паша с Урсой просто в одно лицо 24 фрага настрелять. Ну, показатель более чем внушительный. Ну и последний пик от команды Empire. Кто будет на Медлэйне? Либо это будет Bloodseeker, либо все-таки доберут кого-то. Я практически 100% за Магнуса. Тут надо будет контроль. Тут надо будет достаточно плотный жир, чтобы все это переживать и иметь возможность... Иметь возможность держать под контролем команду Вега-Сквадрон. Но это я за Магнуса. Что я там вообще в этой доте понимаю? В любом случае, последний пик для команды Empire. 5 Медлэйн-героев Вега-Сквадрон отправили в баню. 5. Жесть какая-то. Ждем 40 секунд у Empire на все про все. Templar Assassin все-таки. Все-таки Templar для Resolution. Ну, тот, кто у меня первый, как вариант, планировался в пик команды Empire. Я так говорю, планировался в пик Empire, как будто я с ребятами в TeamSpeak сижу и говорю, ребята, пикайте Templar'ку. 100% на инфа, это победа. Ну что, Паша забирает себе Урсу. Соло будет играть на Наге. ФН будет играть у нас на ССФе. А у нас Нага Support. Вот такие дела, да, точно. Нага Support, это я как-то уже провтыкал. Это, наверное, на эмоциях немножечко упустил данный момент. Ну что, разобрали своих героев. Игроки команды Empire. No Fear будет играть у нас на Шейкере. Silent будет играть на Бладсикере. Рубик для Алоха Денса. Ancient Operation для Алоха Сунафлая. Resolution будет стоять мидлейн на Templar Assassin. Ну и со стороны команды Vega Squadron. Соло забирает себе Нагу. Сёма Зе Слеер будет играть на Дазли. Мак отыгрывает на Туске. СФ это ФН. И Паша на Урса Вариор. Что вообще по первой игре хотелось бы сказать? Команда Empire где-то к середине матча достаточно неплохое преимущество имела. Она имела возможность, в общем-то, и додавить коллектив Vega Squadron. Но не пошли в атаку. Почему-то постеснялись. Например, Соло у нас погибал к тому моменту на Ancient Operation миллион раз. И слабые звенья у команды Vega Squadron были. И давить в эти точки тоже можно было. Но там где-то что-то провтыкали, где-то подслились. А там команда Empire имела таких героев, что в лейте дикие проблемы совершенно. Ожидали команду... Команда Vega Squadron, точнее, имела таких героев, что в лейте Empire ожидали невероятные проблемы. И они их получили. Во-первых, FN отыграл просто на 5 с плюсом. Действительно, респектуля полетела. И Паша не мог не отыграть на 5 с плюсом. Потому что Phantom Lancer дали выформить все, что он вообще хочет. Что делать с этим PL в лейте, было вообще непонятно. Один раз нашли противоядие, это рапира на Silent'е. Ну, раз рапира прокнула, второй раз не пошло. Ну и Refresh Orb, как по мне, конечно, вещь немножко лишняя. Ну, это, опять же, как по мне. Еще я понимал бы что-нибудь в этой доте. На этот раз Empire уже толпой отправляются на руну. Точно так же, как и команда Vega Squadron. Спускается у нас No Fear. Подостановить Пашу. Ну и он забирает руну. Нет, FN оставил. FN у нас на мидлейне. FN будет с руной. И, конечно же, с руной будет еще и Resolution на Templar Assassin. Трипла от команды Empire отправляется на легкую линию. Silent фармит на Bloodseeker. На хилпе у него All-Action of Line на Ancient Operation. И здесь Aloha Dance на Рубике. Но уже сейчас видим, что Рубик у нас достаточно гуляющая единица будет. Ну и Рубик уже отправляется на мидлейне. Здесь еще и Соло. Соло, скорее всего, будет ловить Resolution. Aloha Dance. Можно же ловить Соло. Должны, по крайней мере. Aloha Dance напиливает по FN. Ну и так. Немножко отстрелялись. В общем-то, агрессия не планировалась, как я понимаю. Resolution 2-й левел нужен для MLDA. Насколько мне видится эта ситуация. Потом уже можно агрессию организовывать. Рубик просто сместился у нас на мидлейны. Остался там стоять. Красть экспириенс у Resolution. Ну и на всякий случай, если что, подсейвить своего тиммейта. У Сайлента в руках очень опасное оружие. Оружие, которое из пабов перекочевало в последнее время в профессиональную доту. И оружие, которое работает в профессиональной доте. Причем работает, мне кажется, даже лучше, чем получается это в пабах. Если, например, пуджи залетают в пабах великолепно, то в профессиональной доте я как ни посмотрю пуджей. Даже пудж от Йоку в составе команды Empire. Ну, кисловатенько. Пуджам редко дают мид. Все дела, в общем, ладно, не о пудже речь идет. То исключительно пабовский герой в свое время Bloodseeker теперь на профессиональной сцене гораздо сильнее жжет. Bloodseeker, вот по моему личному опыту, где-то в пабах все-таки доходяги. Какие-никакие. Законтрить их можно. Ну что, Алоха Дэнс входит на ФНа. Есть или Кинес? Резолюшену просто под ноги бросает у нас ФНа. Ну и пошла погоня от Резолюшена. У Резолюшена нет тапка, у ФНа тем более нет тапка. И здесь уже Соло выходит. Алоха Дэнс разворачивается, Резолюшен тоже разворачивается. Все, чего не хватало, это тапка. Не хватало Резолюшена. Или хотя бы Мелда, чтобы был вариант расковырять у нас ФНа немножко пораньше. Команда Empire упускает возможность сделать ФБ. Ну и ФН уже по чуть-чуть, понемножку отхиливается и возвращается на лайн. Ну какие дела у СФа? Это даже не дела, это какой-то позор. 3-1 у ФНа. Поняли, на кого надо обращать внимание. Поняли, кто прошлую катку у нас просто затащил. Ну и 3-1 у ФНа по фарму. Ну и 14-7 у Templar Assassin. Пошла погоня за ФНом. Еще одна тычка от Резолюшена. Резолюшен под Рефракшеном. Рефракшен сбивают. Резолюшен под Тауэр от Соло огребает. Вот Тауэр огребает, но Резолюшен отсюда уходит. ФБ забирает команду Empire. И счет становится 1-0. Чуть-чуть по галде, чуть-чуть по экспириенсу. Тут копейки копейками, но ФБ есть ФБ. Моральное преимущество команду Empire уже есть. И у ФНа посмотрите, что по фарму. У ФНа 3-й левел. У Резолюшена 4-й с копейками. У Резолюшена 15 на 7. У ФНа только вот 6 крипов насобиралось. Ну по фарму, конечно, Резолюшен пожестче. Смотрится 2-200 для него. И 1100 для ФНа больше, чем в 2 раза переформил своего Визави. Bloodseeker от Silent на втором месте. 1900 у него. И Урса от Паши. 1750. Пошла погоня за No Fear. Ну Фир уж здесь, в общем-то, и не такая уж... Так, Bloodseeker в это время развалил Тулска. Ну ладно, не увидели и не увидели. Bloodseeker вместе с Рубиком развалили у нас Тулска от команды Vega Squadron. И счет становится 2-0. Резолюшен, в общем-то, поагрессивнее может себе позволить действовать. Против СФ от Эмпларка стоит очень легко. Рефракшн здесь СФ вообще не бойца превращает. Ну и прилетает тапок для Тэмплар Ассасин. Совсем немножко голды остается до появления Аквилы. Алоха Дэнс здесь стоит и охраняет хасту. Резолюшен смещается у нас на руну. Ну и готовится, я так понимаю, какой-нибудь файт Сёма. А нет, это маг, это не Сёма. Это маг. У Тэмплар Ассасин 5-й с половиной левел. У Шадоу Финда 4-й с половиной. Ну и команда Vega перемещается на нижний лейн. Готовится выйти на уфира, но уфиру вообще близко даже нельзя подходить. Ясен пень, что Паша его расковыряет за секунды просто. У него вторая, вторые Fury Swipes. Overpower, Шок, кстати, ничего не качал на пятом. Если не ошибаюсь. Да, ничего не качал, никаких плюсиков. Урса не качал. Если что, на всякий случай есть ещё один скилл. Ну, то ли слишком увлечён фармом, то ли просто в какой-то себе вариант оставляет на случай ближайшего файта или какой-то ближайшей опасной ситуации. Пять минут сыграно. По голде Empire 2000, по экспириенсу более 1000 тоже в пользу команды Empire. И SF отправляется у нас фармить стаки, которые для него наделали. Ну и по фарму первые два места по-прежнему за командой Empire. Паша на третьей позиции, 39 на 12 у него по крипам, 39 на 24 у Сайлента и Резолюшн. На третьем месте по крипам, но Резолюшн здесь убил SF, а забрал ФБ. Ну и понятное дело, что по фарму должен опережать своих оппонентов. Полторы тысячи в пользу Empire, по экспириенсу 500 в пользу команды Empire. Где же вы так подслились-то? Алоха Дэнс прошёл так в спину, вдруг Курьер здесь прилетит, а Курьер таки летит. Что-то за золотая Виверна. И Алоха Дэнс разминулся у нас с Курьером. Алоха Дэнс. Ну поздновато, конечно, на линию. Резолюшн просто прыгает на ФН, а ФН делает тэп-аут из-под собственного тавора. Мне так на секунду показалось, что это кто-то на подсейв ФН прилетел. Нет, это у нас ФН на собственный подсейв улетел. Ну и дота такая, более-менее пассивная. Трэп пошёл у нас от Резолюшна. Полетел Сноубол Валоха Дэнса. Тут самоубийство просто от мага или нет? Нет, маг у нас всё-таки разворачивается, уходит спокойненько и делает тэп-аут отсюда. Сёма Зе Слея. Резолюшн очень агрессивен. Он понял, как неприятен он команде Вега Складрон. Они забанили пять мидеров против команды Эмпайр. То есть, внимание, всё, все сто процентов внимания заслужил Резолюшн в вопросах банов. Ну, просто захейтили или, может, это какая-то фича специальная. Мы покажем, как мы тебя не любим. Ну и, смотрю, Резолюшн очень агрессивно себя ведёт. Ну, Тэмпларка к этому обязывает. Рефракшн четвёртого левела, трэп есть, скорость бега имеется. Тэмплар Ассасин должна агрессивно себя вести, иначе на кой пёс вообще она нужна. Паша перемещается в лес, у него уже есть Мордип Маск, в принципе, есть деньги на Владмир. Ну и Урсе уже пора задуматься о своём будущем. А будущее его Эйджис отобрать у Рохи. Резолюшн видит Соло. У Соло нет ещё шестого левела, поэтому Соло, по идее, должны здесь разваливать Резолюшн. Что, если ты испугался, что ли? Нет, здесь Паша смещается, Резолюшн делает достаточно правильное решение, а Лоха Дэнса разменивают. Отдают Паше первый фраг. Команда Вега-Сквадрон Резолюшн отсюда уходит. У Тэмпларки фейсбутцы должны прилететь, если позволят, конечно. Соло ринг приносит себе ноуфир, и фазы уже летят Резолюшн. Что там у Шадоу Финда? Мне не показывать, что у Шадоу Финда. У Шадоу Финда есть Аквила, у него есть Боттл. Мне почему-то Курьер отказывается показывать, чьи он вещи носит. Конкретно Курьер команды Вега-Сквадрон. Радиент-миддл Тауэр под атаком. По Нетворцу давайте глянем. Сайлент на первом месте. Просто не уходил с линии до поры до времени. Теперь отправился в лес. У него есть Хенд оф Меда. Сайлент у нас в скором времени будет уже с хорошими артефактами. Сейчас он опережает ближайшего преследователя почти на 800 голды. Ну давайте золото посмотрим. Эмпайр 2000 золота и по экспириенцию 1500. Империя впереди. По фрагам тоже они выигрывают 2-1. В принципе один фраг. Не критично. Но факт остается фактом. Эмпайр пока чуточку, но все-таки сильнее своих оппонентов. Что в лейте будет у команды Эмпайр? Вот это конечно вопрос. Из опасности команды Эмпайр я вижу разве что Урсу. Нага, который идет у нас в саппорт. В саппорт. А не такая уж и большая угроза. Понятное дело, что Наги с Родианцем мы здесь по идее не увидим. Ну все может быть, но я надеюсь, что не увидим. Вот. Поэтому кроме Урса так особенной агрессии нет. У СФ в лейте мне кажется не боец. Против Темпларки так тем более. Против Темпларки, да и наверное против Бладсикера. Настреливает по Ноуфиру. Просто вытягивает на себя у нас ему за Слеера Ноуфир. Пошла Фиссура по Сиоме. У него есть Шаллогрейв, но он не успеет его провязать. Через Фейтбол, через Телекинез и через Мелкут Резолюшена. Разорвало Дазла на Молекуле. Счет становится 3-1. Фэн в это время подпушивает у нас Тауэр. Команда Эмпайр. Команда Эмпайр у нас файт за собственным Тауэром организовала. Там забрали Анчинт Оперейшена. На Пашу бросает у нас Рапча Сайлент. Драться надо под Бладрайтом. И Бладсикер разбивает голову Урса. Кстати, кайт-то для Урса очень даже интересный. Через Рапча попробуй там побегай. Урса достаточно сильно страдает от того, что его кайтит. Ему надо бегать там, что-то мансить между героями. Куда-то кого-то догонять. А здесь на Рапча. Просто постой, посмотри, какая из тебя кровь красивая течет. Тут, конечно, Бладсикер жизни-то подпортит команде Вега-Сквадрон. Как бы это не фейловый пик был вообще, пятый пик Урсы. Ну, ставка у меня все-таки на Бладсикера в данном случае. Не на Урсу. Урса такой строго индивидуальный герой. Универсальный. И во многом зависит от реализации. Но пока что реализацию у Паши вроде как ничего-то. На третьем месте по Нетворсу есть необходимые артефакты. Есть у него Даггер, Мордипмаск. Роха стоит, все ждет. Урса, когда ты придешь. Урса говорит, отстань, я занят. Нет, когда ты придешь, я занят. Я позвоню попозже. Сейчас еще пять минуточек, я к тебе приду. Ну и стоит Рошан, ждет Урсу. Кстати, одиннадцатая минута. Роха уже, наверное, весь на нервах распереживался. Урса давным-давно был Мордипмаск и Фьюрисвайпс третьего левела тоже давно был. Паша пока что на Роху забил. Ну и Фнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн хостой, есть в этом, согласитесь, некий трабл. Когда у тебя рапши, это неловкая ситуация. Когда из тебя течёт, а у тебя хоста, и ты чё-то там где-то не докликал. Он пошёл... Так, ещё у нас и соло поймали. И прилетает ульта аппарата. В это время на лоха пи, а лоха дэнс. Старается свалить от тузка. У тузка есть, айшатся. Лоха дэнс надо мансить. Ой, а что это? Мак, что это было? Неужели из виду ушёл алоха дэнс? Не поверю вообще. Наверное, в деревья ушёл у нас алоха дэнс. Там пару манёвров. Правильно. Всё это хрень, главное манёвры. Рапши нет у нас у сайлента. Будут ловить, кстати, тузка. Тузк в сноубол прячется. Бладрайт на него не проходит. Мак разрывает алоха дэнса здесь. И пошёл файт дальше. Файт дальше пошёл. Здесь Паша. Паша гоняется у нас за сайлентом. Сайлент в сетку. А вот вам и кайтить после этого Паша ульта аппарата. Ульта аппарата влетает в Пашу или нет? Нет. Паша уходит у нас из зоны действия Айс Бласт и Резолюшн уже здесь. Резолюшн лучше бы отсюда валить ко всем хренам. Резолюшн здесь могут расковырять. Во-первых, Паша. Во-вторых, Сёма Зе Слеер, который подсейвить любого может. Нет, Резолюшн передумал. Резолюшн готов файтиться против Соло, а может и получится. 4-7. Команда Эмпайр в этом файте теряет 1300 голды и 1900 экспириенса для Вега Сквадрон. Ох, какие интересные каточки. Российское дерби просто радует. Ну и давайте пробежимся по артефактам. Уже 14 минута заканчивается. Ну и всё. Вот то, о чём я говорил. Паша. Всё. Совсем другие ребята пилят Рошана. Плачь. Плачь, Урса. Рошан ушёл к тому, кто кто умеет слушать. Ну, это как-то даже преступная халатность со стороны Урсы. 14-ая минута. Урса у нас на Роху не выходит. Я понимаю, что всё это предрассудки. Ну и сейчас Урса подойдёт, а Рохи уже нет. А вот и Паша, кто убил моего Урсу. И, кстати, неплохо-то наваливает. Сайлент Блейдмейл включил. Паша понял, что может и агрести. И здесь Паша у нас подрапчу. Стоит Резолюшин на ЛОХП. У Резолюшина рефракшна нет. У него есть ТАЕГА. Разваливает Резолюшина. Пока что минус 2 делает команда Вега. Резолюшин сейчас поднимется и будет соло просто файт вступать. Ой, Резолюшина развалили на куски. Через сетку от Наги с Резолюшином как с ребёнком просто разобрались. 1900 по голде выигрывает Вега Сквадрон и 2900 по Экспириенсу. Потеряли дважды Резолюшина. Потеряли Бладсикера и где-то здесь ещё у нас и Рубик скопытился. Счёт становится 7-7. И я так понимаю, команда Вега Сквадрон должна уже опережать импайр после обновления графиков. Сейчас узнаем. Они ещё и выходят на Тауэр. Ну, тут, в принципе, есть кем дефать. За 20 секунд вряд ли спилят Тауэр. Не должны, ну, по крайней мере, ульта аппарата. Влетает в Пашу. Паша плевать. Недалеко Сёма. Фиссура от Ноуфира через 3 секунды. Ну и Тауэр должны запилить игроки команды Вега. Неужели будут жадничать и останутся здесь? Наверное. Тпшки, правда, импайр не делает. Просто отдают Тауэр и не реагируют на него в принципе. Сюда прилетает Сайлент на всякий случай, если вдруг пойдут на Т2, но на Т2 уже никто не идёт. Сайлент здесь просто лишний на этом празднике забора товаров. Зря пришёл. Так, давайте по артефактам пробежимся. 15 минут ни одного модного приговора на стриме. По шмоткам. Хэнд оф Медас есть у нас у Сайлента. Блэйд Мейл уже есть. Рецепт на БКБ. Просто великолепно. Ну, понятное дело, что там в пылу какого-то файта покупал Сайлент данный артефакт. Да собирает. Урнов Шадоус есть у нас у Алоха Дэнс. Есть Бутс оф Спит. У Шейкера. Сол Ринг. Есть Ранквил Бутсы. Также для Нуфира. И до Даггера остаётся 900 голды ещё. У Резол... Так, где там ФН так сильно просел? Резолюшн в Соло перед ФН. Лопнул ФН. Резолюшн вообще это не коснулось. Рефракшн есть рефракшн. Но Резолюшн по артефактам. Есть Фейс Бутсы, есть Даггер, есть Рингов Аквила. Очень мобильный Резолюшн. При этом ещё и 1600 на руках. Сёма Зе Слейр от Алоха Дэнсона получал. Там и от Ноуфира. Фессура очень плотненькая пошла. Разваливают очень быстро. В итоге у нас Алоха Дэнса. Олдвейс Уна Флай старается сделать репаут. Скорее всего уйдёт. Да, уходит Олдвейс Уна Флай. Его не разменяли. Остальные ушли. Команда Эмпайр потеряла Рубика и забрала СФ. Но в другой части карты это всё не считается. Короче говоря, команда Эмпайр просто потеряла Рубика. То, что Резолюшн забрал у нас в Соло ФН. На честь ему и хвала. Ну и у Резолюшна появляется Матрилл Хаммер. У меня есть подозрение, что скорее всего в Дизоль будет идти у нас Тэмпларка. Ради бёрст дэмэджа надо быстренько справляться с Урсой. Быстро. Потому что медленно с Урсой справляться, это значит не справляться с ним вообще. Есть в любом случае уже Матрилл Хаммер у Резолюшна и все дополнительные артефакты. Паша с рецептом на БКБ. Есть у него Матрилл Хаммер, остаётся 250 голды до появления Блэк Кинг Бара. Может дипмаски есть? Владмир пока что Урса не собирает. У Дазла Аркан Буци, ничего интересного. У Соло тоже Аркан Буци. При этом есть Базилка и 750 на руках. Ну и у Мага есть Блинк Даггер. Есть Боттл, Стаут Шилд, Бутсов Спид по мелочи. Как там ФННН? Просто издевательство вообще над речевым аппаратом. У него есть Даггер, у него есть Аквила и я не знаю, а где стандартные Мекки, где вся эта перд с Юлами. Пока что ФН без них уходится. Резолюшн с Даггером. Резолюшн сейчас Сему по идее должен разрывать. Сема у нас тэпаут старался сделать всё. Сема здесь скорее всего и останется. За Резолюшном, у Резолюшена полнейшая свобода действий. Просто бей не хочу. Ну и удачный подстоп был благодаря Фиссуре от Ноуфира. Резолюшн за СФ, МСФ отправляется у нас подальше куда-нибудь. Ну и здесь Соло. У Соло нет Song of Siren. Эхо слэм пошло от Ноуфира. Наверное, Ноуфир не знал, что Song of Siren нет. По-быстрому решили расковырять. В итоге минус 2 делает команда Эмпайр. Поднимается немножко по голде и по идее должна 5 в 3 в принципе забрать Тауэр на мидлей. Флай близко не подходит. У него другая задача. У него задача попасть с Бластом. Чем дальше ты стоишь, тем больше шансов попасть. Резолюшн прыгает у нас на Пашу. Да просто свирепый Резолюшн. Фиссура еще у нас по Паше. Паша подрабче. И Бладрайт сейчас будет у нас по Паше. Паша делает ТП-аут. Ой, по красоте просто Урс у нас отвалился. Хотя реакция просто феноменальна от команды Эмпайр. Этот агрессивный вард от Тим Эмпайр уже свое доживает. Но мог бы действительно злую шутку с командой Вега Сквадрон сыграть. Резолюшн с ФН, МФН в кусты и ТП-аут. А вот маг здесь соло остается. ФН здесь решил остаться. Ну и мага по идее должен Резолюшн забирать. Сноубол пошел у нас в Резолюшн. Резолюшн в Мелт и проблемы ожидают мага. Маг старается сделать ТП-аут. И скорее всего сделает. ФН разултился и ушел. Никого никто не забрал. Драка село на село и ни одно вверх не взяло. Помахались кулаками. Ульты. Даггеры. Еще какая-то ерунда. Команда Эмпайр никого не забирает. Вега тоже никого не забрала. Посмотрите, в какой-то момент на 15-й минуте Эмпайр проиграли все. Скатились в ноли. Даже чуть-чуть тут вот пимпочка по графикам была в пользу команды Вега Складрон. Теперь Эмпайр опять пошли наращивать преимущество. 2.5 по голде. По экспириенсу 3000 в пользу имперцев. Вега и прошлую катку до середины игры проигрывала примерно с таким счетом. Паша врывается у нас на Алоха Дэнса. ФН прыгает дальше за Алоха Дэнсом. Алоха разваливается. Рапши пошел на ФНН. А ФНН разваливается. Ну и Паше. Через 2 секунды будет Блинк Даггер. Может и не дадут, кстати, проюзать. Ну и Пашу здесь скорее всего заберут. Но Фир просто контролит у нас Урс. Урса никуда, бедненький, не девается. Команда Эмпайр разменяла Алоха Дэнса на двух кор-героев. Они забрали мидера и они забрали мейнкерри. 1000 голды им за это, 2500 и путевку в какой-нибудь санаторий. 20 минут, 45 секунд. Тим Эмпайр начинают давить. Вега, еще раз повторюсь, в таком состоянии была. Где-то к этому временному промежутку прошлого матча. Потом закомбетчили. Здесь кем комбетчить, я пока не очень понимаю. Мне не кажется, что Урса закомбетчит. От Урсы можно бегать, потому что Урса будет, например, у нас подрабчивая. Урса у нас будет не всегда, что у нас будет с БКБ. Через Блэйдмейл того же Сайлента попробую ее напили. Да и Бладрайт свое дело сделает. Перед словом Бладрайт говорит Союз и как-то печален. Все, Мазес Лейер. Должен, в принципе, Алоха Дэнс его ловить. Че ты скромничаешь, Алоха? Расковыряли бедняжку у нас Сему. И тут даже отправили еще и СФ. Погоня дальше у нас за командой Эмпайр. Ноуфира потеряли, Алоха Дэнса опять потеряли. Файт снова 2 в 2. Но двух саппортов. Хотя не саппорт, подождите. У нас ноуфир офлейнер. Так что дорогая цель достаточно. А здесь миди разобрали. Ну, и в любом случае в плюсе осталась команда Вега. Они проигрывали по голде. Поэтому размен 2 в 2, естественно, будет в их пользу. Эмпайр по голде выигрывали 4. По экспириенсу пятерку выигрывали. Теперь-то поменьше все будет. Солар Крест появляется у Наги. И появляется... Так, у Резолюшена все-таки Дезолятор. Я этот момент упустил, вы простите. Мы в чате все уже обсудили все это. И 3000 еще и сверху есть для Резолюшена. Ну, наверное, какие-нибудь Манта Стайлы. Почему бы нет? Или БКБ, например, тоже будет не лишним. Потому что сам по себе Туск тут достаточно неприятный. Ну и Блад Сикер от Сайлента уже припитается без Шадоу Блейд. Готовится к приобретению Сильвер Эджа. А Хэнд оф Медас Сайлента возвышает над всеми. Урса 9700, Сайлент 13350. Так, Мага видит Резолюшен. Просветили Резолюшена. Но Резолюшен может файтиться против Мага. У Резолюшена огромнейшее количество дэмэджа. Солар Крест вешают на Резолюшена. Отходит у нас Риза подальше. На руну. Эхо слэм от Шейкера. Где-то тут нет, нет никакого эхо слэма. Ноуфир старается сделать ТП-аут. И улетает у нас Ноуфир. Опять разменяли Алоха Дэнса. Это печаль прошлого матча. Рубик от Алоха Дэнс. Опять идет у нас просто вопиющим счетом. 0-7. Прошлую игру он закончил 0-16. Резолюшен вряд ли будет прыгать. Айс Бласт у Эншент Оперейшена есть. Но нет маны на него. Соло. Зацепил Сайлент. Просто чтобы развалить Рошана. Будет ли прыгать Резолюшн? Резолюшн прыгает. Эйджис забирает себе Урса. И Резолюшн явно сделал поворот не туда. Сайлент в Инвизии. Юзает БКБ. Рапши пошел на ФНН. ФНН по идее здесь может развалиться? Нет. ФНН у нас делает ТП-аут. Уходит отсюда. И погоня за Сайлентом. Сетка прилетает к нему. Алоха Дэнс не может помочь своему тиммейту никак. В Блэйд Мэйл пилит у нас Паша. Потому что может. Потому что может. Команда Эмпайр здесь столько нафидила. Сколько вега, наверное, за весь этот матч не видели денег. Алоха Дэнс. Бегает у нас от Соло. А Соло тоже мастер у нас подфидить. В это время... В это время Дазл забирает у нас кого? Никого. Кого-то же здесь били. Кого-то били. По-моему, Шейкера забрали, если не ошибаюсь. Так. Алоха Дэнс. Сёма Зе Слеер, да. Сёма Зе Слеер забрал у нас науфира на Шейкере. Эмпайр становится в один ряд с командой Вега по фрагам. Ну и Мак просто пошёл разваливать Флай. И ничего это ему не стоит. Один удар через Вальеру Спанч из Инвиза. Команда Вега Сквадрон начинает вести по фрагам. Сейчас по голде я думаю, что Эмпайр просядут. Они выигрывали 4 с лишним. И этот файт на Рошане очень дорого им стоил. У Резолюшна 3100 на руках. Надо что-то купить. Потому что сыпется Темпларка. Если на ранних левелах она была очень плотненькая и через этот рефракшн попробуй пробейся. А когда пробиваешься, не сильно ты дамажишь Темпларку, которая из своего 11 дефа. То теперь Резолюшн страдает. Даже от СФ, который в общем-то на дэмэдж ничего особенного и не имеет. Но здесь Паша. Здесь Паша у нас на Урсе. Достаточно уверенно отыгрывает. 6-2-7 общий счёт. Ну и всё. Эмпайр 1000 по голоде уже проигрывает. И по экспириенсу Вега 2000 опережает своих оппонентов. Опять надо комбетчить. Если, конечно, в планах выиграть у Вега Сквадрон. Маг пошёл на охоту за Ноуфиром. Но здесь недалеко Алоха Дэнс. По идее, мага могут развалить. Маг же не самоубийца. И мага ещё дополнительный инвест. Если что есть, маг просто делает у нас даггераут отсюда. А Сайлент Фармиту. Сайлент уже готов в Сильвер Эдж. Сейкера уже летит Саша. И файт можно бы и организовать после этого. Команды Импайр, если, конечно, они готовы к нему. Я говорю сейчас о моральной стороне этого. Если готовы. 3-800 на руках у Резолюши. Скорее всего, БКБ одним кликом, как я понимаю. 3-900. Деньги на БКБ уже есть. Маг в это время забирает у нас Ancient Operation. Куда же ты пошёл, Флай? Нельзя бегать по собственному лесу. Нельзя. Команда Вега Сквадрон из терпильной доты моментально переходит в агрессию. В прошлом матче они это показали. Маг дальше побежал. Маг тут главный вообще. Главный организатор и провокатор на любой экшен. Вот команда Вега Сквадрон. Ну и команда Вега переходит в фазу нападения. Т2 на мидлейне начинает пушиться. Алоха Дэнс лучше бы близко не подходил. У мага есть даггер. Маг ворвётся и Алоха Дэнс у нас здесь и останется. И маг пошёл врываться, да? Нет. Нет, нет, нет. Алоха Дэнс саккуратничал немножко и это ему в плюс вышло. Сайвент в это время подпушил немножко Тавр. Ну, это так. Бесперспективняк. Всё, мы улетаем. У нас No Fear. Стоять. Никуда ты отсюда не идёшь. Ульта аппарата. Сёма The Slayer не выживет. Это факт. ТП-аут сделать не получится. Сёма здесь в любом случае умрёт. Умирает у нас Сёма. Алоха Дэнс тоже отправляется в таверну. Резолюшн у нас под сноуболом так и остался. Просто лавиной снесло у нас резолюшн. И ФН зарабатывает трипл килл в этом файте. И ультра килл от мидера команды Вега. И ФН тут просто как в прошлом матче. Выглядит великолепно. Два байбека от команды Эмпайр. За Пашей гонится резолюшн. У Паши нет инвиза. У него есть только БКБ. Но здесь есть инвиза у мага. А маг такой противный. У него, правда, нет маны ни на один из скиллов. Ну и по идее резолюшн должен забрать здесь Пашу. Ой, разворачивается Паша через башер. Лупит резолюшн. Будут дальше ловить. Мел через две секунды. Бладрайт уже под ноги Паши. Паша делает даггераут. И Сайлент побежал дальше. Лежит здесь Вортекс постоянный у нас. Вот Лучона Флая. Пашу будут стараться кайтить. Но уже здесь рядом маг. И у мага есть мана на всю эту ерунду, которая у мага имеется. 21-16. 4 тысячи Эмпайр выигрывали. Теперь Вега впереди 4 с копейками. По Экспе Эмпайр более пяти. Теперь Вега более пяти. По Экспе впереди. Паша под Глимеркейпом. На Алоха Дэнс. Закончился Алоха Дэнс. Скорее всего Алоха Дэнса стараются отхилить. Паша за ним. Алоха Дэнс украл. Украл, украл. Айс Шарльц украл. На Лоу ХП Сайлент. Где ты? Сайлент здесь. Сайлент будет стараться Пашу развалить. Прыгает маг. Распиливает Сайлент. Ну Сайлент играл с огнем. Это было понятно. В Сноубол прячется у нас маг. Маг покатился дальше за Алоха Дэнсом. И Алоха Дэнс скорее всего отправится в таверну. Нет. Алоха Дэнс у нас расконтролил. Маг в таверну. И 2 в 1. Да, пофайтились. 2 в 1. За одного мага заработали 970 голды. Но потеряли резолюши на игре команды Эмпайры. Потеряли Блад Сикер. Лучших и важнейших героев. Коргерои отправляются в таверну. И теперь надо без них как-то дефать. Байбеки были сделаны. Резолюшена нет байбека. У него нет байбека. Без резолюшена 49 секунд. Еще придется файтиться. ФН влетает у нас на хайграунд. Да просто какой-то чокнутый чувак. Почему вы не подпишите его? Я не против Ноуана. Как игрока. Но это же просто какая-то смерть. Что творит СФ? И до этого что творил Шторм Спирит у нас? Мидеры ФН удаются в этой игре. То есть в этом противостоянии. И просто на заглядение хорошо. Паша прыгает у нас на хайграунд. Always on a fly. Бежать, бежать, бежать. 29-ая минута. Мидлейн падает. Внешний товар есть на нижнем лайне и на топ-лайне. Нет. Команда Вега отходит. Сайлент не теряет надежды по фарму. Хоть как-то продвинуться. Паша за Сайлентом. Ловит светку Сайлент. Сайлент входит в БКБ. Блэйд Мэйл. Сайлент, да включи ты этот Блэйд Мэйл. Ай, у Урсы не было БКБ. Если бы Сайлент включил Блэйд Мэйл, как минимум половину ХП Паша у нас бы потерял. Но Сайлент не прожал БМ. Так, на лоу ХП у нас соло. Сюда прыгает ноу Фиер Эхо. Сним от него очень даже крутой. Но рядом никого нет, кто бы все это добивал. Резолюшн не подошел. У Резолюшна уже есть демонедж. Куда Резолюшн? Что это? Рапиры МКБ. Не знаю, что будет у Резолюшна. Сейчас узнаем. Или Криты. Скорее всего Криты, чтобы как-то быстренько сбривать того же, например, Урсу. Урса уже неприятен. СФ неприятен. Да все неприятны. Команда Эмпайр 7500 по голде проигрывает. Десятку они проигрывают по экспириенсу. Да, начинали. Ну вот о чем я говорю. В прошлый матч точно такой же. Команда Эмпайр давила. Было видно, что они лучше фармят. Что они знают, что делать со своими героями. И к середине игры Вега подняли голову и опрокинули команду Эмпайр. Нанесли, так сказать, ответный удар по Империи. И теперь та же ситуация. Они проигрывали 5. Теперь выигрывают почти 10 по голде, по экспириенсу с 5.5 до 12.5. Прыгает команда Вега. Жесть, 17 тысяч просто за короткий промежуток. Так, давайте по артефактам посмотрим. Вега у нас теперь при баблишке. Глянем, что себе накупили. Тривела летят Паши. Есть у него БКБ, есть Даггер, есть Башер и Владмер. У Паши есть Башер. У СФа уже есть Кристалис, есть Баттерфля, есть БКБ. Есть, блин, Даггер. Наконец-то. Наконец-то СФы стали СФами. Ну может же этот герой собираться нормально. Может же. БКБ собрал все. Хватит хрень. То есть хватит собирать ерунду. Собирай всякие артефакты на демедж и иди разноси лица. Ты же СФ, ты же, я не знаю, пожиратель душ, ты же серьезный парень. Ты не ходячая аптечка, ты не медсестра. С фамилией, я не знаю, Пуговкина. Тебе надо воевать. Ты не должен просто стоять и хилить свою команду в файте. Но это смешно, у меня эти СФы просто выбивали, вообще выбивали из колеи и из себя выводили. Здесь нормальный боевой СФ, он может бить, он делает ультра киллы, он понятно зачем стоял, понятно зачем он стоял мидлей. Так, ну и у Ноуфира уже есть Даггер, есть Форстанф. Эхо слэм тоже есть, скоро будет 16-й левел. Сайлент у нас. Ой, Урса в это время расковырял. Алло, не Алло Ходен, Сулу Суна Флая. Равча бросает Сайлент у нас на ФНН, будет стараться улететь отсюда, в Сноубол все прячутся и Блэйд Мейл они здесь переждут. И теперь Ноуфиру надо просто давать нормальный эхо слэм. ФНН в никуда ульту отправляет, никого вообще не продемажил и команда Эмпайр отходит. Драться в 4-5 они не планировали. Никто же не знает, где Урса находится на самом деле. Сайлент под собственным Сентри Вардом. Он понимает, что его не видят, нечем его здесь видеть, видит Мага, скорее всего. И уходит Сайлент отсюда. Побежал с крипами, как будто он и есть обычненький крип. Сайлент, возвращайся, возвращается Сайлент. А Сайлент уже здесь не увидит Шейкера как минимум. Сайлент туда и обратно. Сайлент не собирается у нас файтиться. Ну вас нафиг, я не буду драться. Алоха Дэнс. Украл Сноубол, покатался немножко и ушел. Сайленту надо лететь, дефать собственную базу. Или Сайлент пойдет у нас пушить. На мид лейн запрыгивает Паша. Но здесь куча крипов. Придется отдефать. Ну а все, куча закончилась. Ну и Сайлент пошел дальше фармить. Ульта от Always on a Flyer. Продамажила Пашу, продамажила у нас Соло. Начинают падать бараки. Сайлент продолжает фармить. Сайленту некуда деваться. Где Резолюшн? Резолюшн стоит и просто с ужасом смотрит, как падает мид лейн. А он таки падает, и он таки упадет. Сайлент прилетел ли? Да, Сайлент прилетел. Пошел у нас Сон от Соло. Он просто будет держать Сайлента, пока падает мид лейн. Какой хитрюга этот Соло. Он не только хитрый там, где хитрый, где все знают. Он еще и в игре тут своей хитростью. Фактически без сопротивления позволил своей команде забрать мид лейн. Ну, красавчик. Красавчик. Эмпайр уже уступает. 15 тысяч по голде и по экспириенсу. 16 тысяч тоже в пользу команды Вега Сквадрон. Видят у нас Пашу. Олвейсуна Флай его видит, и Ноуфир его видит. Где Резолюшн? Резолюшн отрезали. Резолюшн с Даггером прыгает за Пашей. У Паши какие-то дольки арбуза на руках просто. Подрапча у нас Паша. Бладрайт по нему. В Сноуболт прыгает у нас Паша. И все они будут переживать. Этот туз просто дикий вообще. Есть ли байбэк у нас у Сайлента? Нет. У Сайлента нет байбэка. Не хватает 775 голды. Резолюшн отходит, Флай отходит, и Ноуфир отходит. А ФНН просто валит. У него криты уже по триллиону просто демеджа. И что ему делать, кроме как гоняться за команду Эмпайр? Да ничего. Бей-беги. Тут уже такая ситуация, что команда Вега сильнее. По артефактам у них герои выформили все необходимое. Я говорю сейчас про Пашу. Саби Салблейдом. Я говорю сейчас про ФННа, у которого есть Дейдалус, у которого есть Баттерфляй. И Эмпайр придется защищаться. И это, поверьте мне, вообще нелегкое дело. Нелегкое. Сэф на фарминг. Сэф теперь у нас неходячая мекка. Сэф теперь у нас крутой ДДшник. У него, посмотрите, что по демеджу происходит. У него 360 с руки и 240% крит. Просто моментально у нас съедают Шейкера. Ноуфир отправляется в таверну через Абисал Блейд. Паша без станов оставляет команду Эмпайр. Байбэк у Шейкера отсутствует. Сон от Наги. Кого ты там ловишь? Соло у нас Алоха Дэнса поймал и Резолюшна. В это время просто падают казармы. Ой, Соло так, ну просто, ну самый хитрожопый, которого я видел. Вообще просто жесть. И это мув на... Это мув на сторону. И мне кажется, это мув на игру. Команда Эмпайр теряет две стороны. Чем дефаться толком непонятно. Ловят у нас и Сайлента. Еще Сайлента отправляют в таверну. Резолюшн байбэкается. Готов пофайтиться. Ну кто бы с ним дрался? Да, команда Вега, Сквадрон. Ну просто молодцы. Ну это правда заслуживает уважения и внимания как минимум. Вега опрокинули команду Эмпайр. И куда у нас Эмпайр отправляется? Эмпайр у нас отправляется в нижнюю сетку, где они будут сейчас сражаться против команды 4Rankers NC Кэптон. Эмпайр проигрывает свой матч против Вега. Проигрывает со счетом 2-0. Отлетает в нижнюю сетку. И по расписанию это у нас 20 сет. То есть в 21.00 по Киеву и 21.00 по Москве. Будем наблюдать, как Эмпайр по нижней сетке двигается против 4Rankers NC Кэптон. Ну матчи просто великолепные. Ну что, друзья, полчаса перерыв. Перерыв небольшой. В принципе, далеко не расходитесь. Оставайтесь с нами. Не забывайте подписываться на наш канал. Это студия Игрокам ТВ при поддержке Team Empire. Пока что небольшая пауза. И услышимся с вами уже на следующем матче сегодняшнего дня. Все. До связи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!